все наверно обратили внимание сколько в последнее время стало появляться много российских джинов это конечно радует главное чтобы качество всех этих джинов было достойным сегодня попробую разобраться в этом маленьком но очень важном вопросе я всех приветствую на канале миксдрин коктейли напитки домашний бар и все те вещи которые точно смогут вам пригодится в домашнем баре особенно сравнение ведь выбор дорогих либо дешевых джинов это очень важный фактор чтобы во первых не потратить лишнего а во вторых получить действительно достойный продукт тут я вам могу сказать одно тенкарей классический базовый танкарей это обалденный джин хороший если видите такую бутылочку зелененькую большую особенно если видите и в duty free он там бывает за буквально за 15 по моему евро или 25 ну короче за недорого гораздо дешевле чем можно купить по самой большой скидке самых лучших сетях но он у нас тоже встречается и вот эту бутылочку я купил порядочно так времени назад возможно год возможно полтора назад в ленте была распродажа и за 1100 можно было купить 07 шикарного английского крепкого джина 47 градусов это не хухры мухры таким же градусом по моему отличается бомбей сапфир совсем другой профиль но они отлично дополняют друг друга к сожалению сейчас у меня бомбей нету он бы также оказался здесь четвертым еще один из серии танкарей это танкарей тен вот его я хотел попробовать очень давно потому что это премиальная версия базовой версии танкаре тоже 47 и 3 алкоголя и он он уже должен быть гораздо интереснее чем-то с чем я сталкивался хотя у меня уже были прям дорогие качественные джинны от французских производителей от английских производителей вот цитадель вполне себе отличный джинн особенно версия jardin dt и конечно версия олтон супер мне очень понравилось и вообще французы умеют дело джин с юрс супер мэридор просто офигительный джин и один из самых лучших джинов которые я пробовал этот джин ордос за которую я поблагодарил константина он не дал отливашку тоже кстати неплохой выпуск можете взглянуть еще один наш сегодняшний экземпляр это сухой джин джинтл российское производство а почему он оказался здесь во-первых крепость 47 градусов он тоже вписывается ну буквально там 0 3 градуса думаю здесь роли не играет но он вписывается в категорию того что здесь можно попробовать и сравнить еще одно преимущество этого джинна он российский но он жутко дорогой по меркам конечно российского джинна бутылка 05 без акции я уже видел у нас появился в продаже стоит 1800 рублей без акции но тут же буквально только он появился в сети окей и на следующей неделе он уже по 30 процентной скидки 1200 за бутылку 05 это тоже нифига не дешево особенно для российского джина но у меня эта бутылка оказалась в подарок со мной связался производитель джина джинтл и сказал что вот мы входим не хотите ли испробовать я как бы не отказался я всегда готов помочь российским производителям российскому производству и поддержать потому что если сделан сделают что-то нормально это прям супер потому что здесь есть одна особенность он делается методом холодной дистилляции именно та же дистилляция которая была заявлена также российского джина брум джинтл же как сказал сам производитель в принципе нет оснований не верить тем более за такие деньги они продают свой продукт за хорошие деньги тут как бы нет смысла экономить они делают его чисто на дистилляции смешивают ароматные спирты и получают купаж который должен очень качественно отличаться от других аналогичных джинов возможно за эту стоимость возможно этого производителя давайте попробуем мне это закрытую разлила жена она тут чё-то нахимичила сказала где-то было видно она причем на видео это объяснила возможно даже сейчас я сделал небольшую вставочку чтобы вы понимали о чем я говорю заметил что одна бутылочка немного прозрачная снизу поэтому чтобы было все честно сейчас я переклею так и наклею сверху еще белую незаметно будет сюрприз внутри красненький я не знаю где что налито но я очень надеюсь что я смогу прям адекватно выразить что мне больше всего нравится потому что у меня здесь нет как бы цели угадать где один где второй джин мне просто нужно понять стоит ли переплачивать за танк рейтен и стоит ли вообще брать российского производителя неизвестно потому что если бы я увидел на полке новый джин за 1805 я бы обратил на него внимание я бы взглянул но увидев что он произведен в россии скорее всего я бы не взял поэтому тут огромное спасибо производителям что они мне его прислали давайте будем пробовать сначала конечно на нос с красного ну блин мягкий собака 47 градусов я прям не ощущаю да хорошо мощный типично джиновый аромат вот этот вариант схож с первым очень близкий по запаху мне нравится полосочку джин в полосочку бокал в полосочку блин это классно это цветочно это вкусно это хорошо я здесь чувствую специи я здесь чувствую цветы много постороннего что нет в традиционном лондон драй джин вот здесь более насыщенный запах тоже еловый но вот он прям более натуральный что ли фиолетовый ну по сравнению конечно с первыми двумя он попроще не такой насыщенный больше спиртозный вот прям чувствуется конечно можжевельник может быть чуть чуть кориандра цитрусовых мало и прям хорошо шибает в нос в нос спиртом да этот джин попроще прям сильно попроще особенно на аромат даже в сравнении с красненьким о хорошо цитрусовый приятный типичный джиновый аромат но здесь очень сильно угадывается прям мощь прям концентрация вот этих ароматических веществ здесь гораздо проще мне кажется здесь больше спиртовой основы и он ну такой пожиже здесь не ну это прям цветы то есть это зная что это джин джинтл в переводе с английского означает мягкий но если сравнить все три то наверное вот этот серединки прям самый натуральный очень приятный он был награжден в 2021 году премия лучшие джинны мира вошел в список 46 джинов в подкатегории современные джины куда как правило входят джины которые не отличаются традиционным вкусом и характером то есть в них меньше можжевельника и больше каких-то нюансов дополнительных ароматов дополнительных вкусов и там попадают как раз какие-то цветочные джины какие-то пряные с дополнительными ароматами то есть ну нафигачат все что угодно потому что джин достаточно самостоятельный напиток и он хорошо смешивается вообще с чем угодно с фруктами с ягодами каких только сиропов к ним не добавляют поэтому есть большая вероятность что вот этот вот самый ароматный самый непонятный в нем даже есть определенный нюанс вот джина нордес который мне понравился вот этот вот цветочный слегка помадный розовый аромат у меня еще осталось немножко джина нордес просто для сравнения чтобы не перепутать и наговорить всяких глупостей либо наоборот закомплиментить производителя ну вот есть общие нюансы но если у нордеса 40 градусов это прям ощущается вот такой мягонький он розовый он приятно цветочный здесь больше можжевельника чем в традиционных джинов стиля лондон драй и танкарей которые входят в эту категорию по моему танкарей тен здесь не написано лондон драй цитрус свежие цитрусы и ботаниклы лондон драй джин поэтому вот я подозреваю что вот это обычный танкарей это танкарей тен это джинтл пока только по аромату давайте на вкус начну с этой версии которая мне показалась менее всего такая вот с нюансами на вкус на вкус мощно да сразу шибает спирт сразу сушит очень много вкусов мне прям нравится можжевельник ух он жжет он сладкий потом он колючий потом он цитрусовый как будто ты съел все что возможно все пряности все специи которые только были очень хорошо по аромату конечно на контрасте вот с этими двумя он бедненький но вкус у него обалденный да это лондон ну вот стиль типа сухой лондон драй отличный джинт мне нравится прям хороший мощный 47 градусов у каждого из них я думаю будет чувствоваться давайте красненький тот что мне показался типичным лондон драй со своими нюансами но гораздо более насыщенный по аромату на вкус он мягкий он реально мягкий сейчас конечно наступает жене то есть первый глоток даже вот первые первые секунды 3 он прям мягонько распространился по всему небу по всему рту он не обжег а потом наступает такое волна теплая волна очень хорошо очень вкусно у них есть небольшое отличие нет у них есть огромное отличие по нюансу здесь действительно спирт здесь какой-то цитрусовый ликер гораздо суше гораздо резче гораздо более спиртуозный но вот есть ощущение что в нем больше пряностей ну что-то типа вот такого сухого перчика может быть немножко гвоздики корицы вот такое вот но сухое то есть не сладкое нет ощущения сладости нет ощущения какого-то пряного арома нет ощущения бурбона вот это вот ванильность я недавно пробовал бурбоны офигенный ролик я ничего не угадал ну кроме двух из шести но шесть это очень сложно здесь три в принципе здесь даже методом научного тыка можно угадать где что в общем это хорошо чувствуется вот эта разница вот сейчас извиняюсь конечно за подробности на отрыжке вот после этого я почувствовал перец прям такой вот мускатный перец мускатный орех вот что-то такое очень хорошо да мне красный нравится вот не совру прям что гораздо больше хороший вкусный обалденно чуть-чуть сбрызнем водичкой полосатенький ну по аромату вот прям хорошо вот цветы действительно цветы которые типа василек кстати который был в бруме вот наверное мне больше напомнил брум но здесь кроме цветов еще много всякого интересного его прям хочется нюхать вот не удивлюсь что вот это специальный джин ну я конечно вот прям есть такая ошибка что ты сразу вначале начинаешь ассоциировать это с чем-то и ты ищешь эти ароматы поэтому либо лучше вам ничего не рассказывать и тянуть до последнего но я так не могу я хочу поделиться мне интересно ваше мнение если вы что-то там успеете написать в комментариях какой я балбес и ничего не угадал на вкус он речи второго речи красненького да спирта чувствуется больше но у него обалденные ароматы у него обалденные вкусы и они реально очень сбалансированы здесь я еще раз удостоверяюсь в том что я все-таки наверное угадал очень высокая вероятность потому что много цветов капец я как будто пожевал бабушкину клумбу я как будто вдохнул духов причем так хорошо вдохнул прям полной грудью что даже носом захлебнул немножко очень мощный вкус вот это жжение которое было даже наверное не жжение сухость вот эти вот колючки колючие цветочные колючки я проглотил их они меня укололи но потом как-то так скукожились и проскочили чуть вот ущипнула за рецепторы здесь немножко подсушила подвязала онемела но на самом деле он пьется гораздо мягче чем первый вот прям на 100% примерно на том же уровне что и красный но у них есть разница в ощущениях этот сразу вот красненький ты его сразу выпил он так обволок все потом постепенно волной накатило здесь ты выпил тебя сразу уколола и потом сразу скукожилось и мягонько провалилось и остался вкус послевкусие цветов но послевкусие остается все-таки больше цветочное чем джиновое вот то же самое чем грешил джин Нордос у него очень хорошее послевкусие мне нравится но если вы не любите цветы если вы не любите вот этот вот нюанс духов джин Нордос вам точно не зайдет этот же вариант немножко промежуточней он гораздо ближе к каким-то сухим джинам к традиционным джинам классическим где цитрус и кориандр вот эти все пряности все-все-все намешано очень хорошо сбалансировано нет яркого спирта но нюанс цветов вот нюанс вот этой парфюмерии очень-очень активно и на пол ступени выше это остается в послевкусии это хорошо это мне нравится не всем зайдет он не настолько цветочный насколько был брум вот этот чисто василек все-таки больше сухой но обалденный аромат прям аромат мне нравится я бы его замешал в какой-то сухой мартини вот прям замешал чтобы он серьезно так перебил вкус вермута возможно даже испортил бы его луковицей в коктейле гипсом то есть без биттера так же смешать хорошо охладить выпить с большим удовольствием небольшую порцию нет аромат мне нравится аромат прям хороший он смело может поспорить с красным по насыщенности точно но красный более сбалансирован здесь мне нравятся цитрусы цитрусы прям превалирует вот и больше кстати лайм и лимон наверное мне здесь выступает очень вкусно все давайте раскрывать карты я наверное больше никаких изменений по своим ощущениям делать не буду я соглашусь что это танкарей я думаю что это джинтл и это танкарей тэн потому что они очень разные и если какой-то из них я не угадаю то это прям для меня будет большое удивление давайте начнем с танкарея да это фиолетовый я это прям он сразу расчехляется особенно на вкус по аромату достаточно спокойный но по вкусу это прям сухой мощный хороший лондонский джинт то чего вы не получите от бифитера он конечно более спиртуозный хотя те же 47 градусов ну вкуса у него не хватает да танкарей мне нравится танкарей отличный джинт увидите по хорошей скидке берите джинтл так и так точно вот прям в полосочку ну вот эта цветочность расчехляется на 100% и это у нас красненький мне тут жена сказала что она что-то заклеила чтобы не было видно да вот он красненький все она молодец она хорошо все спрятала она у меня умничка вот теперь уже стоит поговорить за цену всех этих джинов если танкарей базовая версия вот он у меня красивый такой хорошая бутылочка он у нас еще есть продажи в хорошее время его можно было купить за полторы тысячи это нормальная цена для него по белому ценнику ну 1900 не так конечно интересно но в принципе тоже реально в сравнении с бомбеем это достойно танкарей тен да хорошая версия разница между ними чувствуется конечно она не в два даже наверное в три раза потому что у него стоимость уже приходит там четыре с половиной четыре восемьсот я взял по мега распродаже в ленте его он мне обошелся за 1600 но у меня были бонусы то есть я использовал бонусы ленты что конечно чит но блин я сэкономил тысячу рублей так он по моему стоял за 2600 что тоже вот для этого вкуса неплохо и в сравнении с другими джинами даже за 2600 я бы его взял дороже ну сами смотрите это все на нюансах джинтл 1800 1900 который будет стоять по белому ценнику везде он у нас уже есть в оке немаловероятно что к тому времени как выйдет этот ролик он может появиться в ленте не знаю в нашей в регионах но в ленте может появиться потому что джин брум который первый появился в самых крупных сетях за 1300 сейчас он везде стоит за 750 рублей я его видел в пятерочке я его видел в магните в ленте в оке ну в общем крупные сетки осталось только в красно-белый ему зайти и он будет везде вездесущ хороший джинтл 750 он стоит дороже чем даже на рублей 900 я бы убрать не стал хотя как ну это все на нюансах потому что он очень цветочный джинтл 1800 ну честно дороговато для российского джина тем более за 0,5 был бы 0,7 еще можно подумать но за 0,5 я думаю дороговато за такой презент конечно огромное спасибо тут стоит сказать по поводу производителя здесь что интересно на самой этикетке написано очень много информации ну во первых это small batch у меня это 9083 uncrafted cold distiller ну что значит холодная дистилляция это при низком давлении когда спирт испаряется не при 70 градусах а еще ниже и поэтому все ботаниклы не успевают ферментироваться изменив свою структуру и они просто отдают можно сказать свежий аромат спиртовой основе и он дистиллируется уже гораздо более насыщенный чем при высокой температуре тут есть кстати легенда сухой джин джинтл легенда сайган дайля в его состав входит такая штука как саган дайля однажды юноша по имени саган превратившись в орла спас свою возлюбленную дайля в местах где он обронил свои орлиные перья выросло целебное растение которому дали название по имени влюбленных саган дайля сделая глоток джинтл настоян на растение саган дайля и насладись легендой его мастер дистиллер здесь есть автограф по-моему владимир колганов все я перепроверил так точно владимир колганов и я так понял вот по общению с производителем с тем человеком кто представлял этот бренд для меня что это 4 бармена собрались и решили вложиться сделать свой продукт они изначально делали тоники у меня кстати в посылке по стечению обстоятельств не дожили 5 бутылок тоников 4 бутылки вышли из строя по обстоятельствам непреодолимой силы одно я все таки открыл решил не рисковать попробовал хороший тоник бренд rocket тоник то же самое его делает владимир колганов мастер дистиллер этого джина хороший мне понравился вкусный бутылочка 200 миллилитров стоит что-то по моему 120 рублей у них есть вкусовые тоники всего 4 вкусовых и 1 базовый это уже сами смотрите мне понравился то есть такой мощный насыщенный горький вкус который ну наверное по вкусу очень сильно отличается от тех же черноголовки от тех же rich российских аналогов известных брендов но блин в коктейлях немножко нивелируется его нужно разбавлять в чистом виде он прям очень мощный ему надо подтаять со льдом ему нужно смешаться с крепким алкоголем в чистом виде это очень мощная штука ну за тоники естественно спасибо жаль мне не удалось попробовать все пять но по аромату вот те четыре штуки что по обстоятельствам непреодолимой силой вышли из строя очень вкусно пахли это прям смесь там была и лаванда там был гибискус что там только не было очень вкусно аромат на вкус не могу такого сказать потому что не попробовал но в любом случае спасибо джинтл отличный джин если вам удастся его взять за хорошие деньги или вы не пожалеете взять его за полную стоимость даже за 1200 по акции хороший прям хороший джин 47 градусов для него это прям адекватно и хотелось бы бутылочку побольше 05 это хорошо но это мало эти два бренда это класс танкерея я люблю и очень рад что мне удалось попробовать танкерея тен потому что этот джин долго в моей голове сидел как эталон и он действительно хорош на своих нюансах на своей специфике но он классный не зря действительно стоит за такие деньги единственное за 4800 за 5000 за 4500 я его не возьму и брать не буду в этом смысле у меня есть неплохая альтернатива а так ваше здоровье с вами был Дмитрий канал миксдринк ставьте лайк подписывайтесь указывайте ваше мнение в комментариях а самое главное будьте здоровы всем пока спасибо 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 спасибо